всем привет привет друзья подписчики гости канала решил наведаться на пасеку вот мой дворик не было полтора месяца смотреть снега конечно ройчик вот мой охранник рой привет мальчик мой кабанчик иди сюда ройчик 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 иди сюда иди сюда вот какой радость и мой малыш привет сейчас те гостинцев да привет атаку меня охранник на пасеке пасека рождена шифером и вот такой охранник меня здесь снега конечно валится мой домик столярный да снега конечно немерено надо сейчас брать лопатку очищать ройчик тут мне натоптал дорожки целые видно бегает но снега конечно нифига себе надо брать лопату и откапывать були мои полностью засыпанные фига себе сейчас буду работать ладно ну что ж почти три часа откидывал снег реально было первый корпус улики стоят на шлакоблока первый корпус полностью с него пришлось откапывать потому что так как у меня вентиляция идет только через литки то получается у меня практически всем было все завалено тем более снег мокрый пришлось откидывать сначала взялся с энтузиазмом откидывать полностью вокруг улья а потом смотрю что не успеваю по времени да и ну и реально намочились замерзли мокрый пришлось перебываться но откопал я свою пасеку все хорошо литки не забитые несколько подмора гляну подмора нет ну есть естественно но не не критически то есть допустимо и как бы вентиляции есть пчелки гудут что мне нравится у меня карника реально слушаешь ухо по столе и не слышно и такое впечатление что пчел просто нет реально как-то стремновато но в итоге приходится по улицу чуть ли не стучать бить они просыпаются насколько они тихо входят такой в анабиоз такой крепкий что сидят очень хорошо в принципе и по кормам по весне видно что в кормах из расходует карника довольно так неплохо кстати племенной материал мы его уже прошли все нормально пока все зимует вроде бы без происшествий есть конечно у меня со всей пасеки два минуса один минус это был от водочек ну я изначально не буду кривить душой не покладал на него большие надежды в принципе один пропал от водочек мед есть не от того что меда нету просто осыпались и не знаю в принципе у меня и бывает меньше тут хорошо зимует а эти как бы не очень что-то так что я считаю что минус 2 ну очистил ли точки видно пчелки вылетали потому что есть опорожнение на снегу принципе видно пятна можно глянуть 73 вот вот как они сидят 1 2 3 4 5 6 вижу 6 улочек вот это они перешли у меня во второй корпус сидели на нижнем принципе видно что сидит клуб хорошо карники тихо спокойно вот так у меня просто крышка многие спрашивают фанера пенопласт двоечка фанера четверка алюминиевый лист и вот так все на хлопочку вот никаких наростов ничего нету никаких пленок клеенок меня все устраивает как видите то есть это не то что я выбирал реально открыл первый сейчас еще открою раме рамочки сухие нет вообще влаги и при этом что я не вытаскиваю крайние рамочки вот как есть то есть без всяких манипуляций съемок монтажа то есть так они сидят возле передней стеночки вот передней стеночки и туда до зада как бы задней стенке еще далеко им полностью это хватает то есть вот чем мне нравится карника она да она сама по себе сила у нее небольшая она средней силы ну такое чувство по весне что эти три рамочки от 4 5 рамочек можно так сказать доходяга это дать а с приносом пыльцы и нектара взрывается мгновенно и реально у нее резвый очень старт кто там что не говорил но это ну по крайней мере моих условиях может потому что у меня лес от за забором лес вокруг лес там поля яр и принципе я уже показывал весной еще покажу и вот так карника сидит и я не переживаю за корма оставил корпус подсолнечного меда это корпус подсолнуха все вот и вся вентиляция нету сеток у меня хотя были раньше давным-давно в начале сетки ну как-то чуть-чуть ну когда делал новую партию даже не задумывался о сетке не знаю почему ну в планах следующая партия ульев будет там планирую на сетке сделать сетку попробовать сетку ну меня и в моих этих улях устраивает зимой как зимовка так как ну стенка 25 к проварены в парафин и крашеного дему сенка вот дему сенка вот уже четвертый год по моему или да видите какое состояние то есть облазит вот тут на летках конечно на прилетки где с них сразу отходит этот корпусу два года вот краска по моему этот самые первые корпуса но водоэмульсионка стоит дешево как бы ее обновить пульверизатора и составит труда так давайте глянем что у нас тут 71 вот аналогичная картина 1 2 3 4 5 6 улочек это тоже сидят сверху видите все одинаково никаких пленок никаких как бы вот здесь тут чуть-чуть от видно есть как бы чуть-чуть влага на и был было и рамки подцвели ну не критично не черные рамки пчелы сидят вот можем ли она здесь тут у нас это желки я чистил номер 12 вот тут так сидят будет у меня рамочка что-то сбилась но тут сидят раз-два-три-четыре-пять-шесть тоже на 6 на 6 клуб и вот сидит посредине вот такой без всяких рамочки у меня вверху я видео снимал рамочки у меня верхний корпус медовый как правило полнометные рамки и в последнее время я зимую на подсолнухе принципе вот так мы зимуем открытые улья нижней открытые литки вернее нижние только литки я зарешетчивал от мышей мыши в этом году особенно вообще вот когда я их слушаю прислоняю ухо клетку и слушай реально ничего не слышно приходится стучать не знаю слышно вам и пчелки класс вот чем не нравится карника молодцы пчелки у меня карника с австрии с германии племенной материал был пешец тройзики сейчас меня от сергея рауша есть тройзик 1075 от евгения руди им кирде жене есть тоже тройзик 1075 от карла пернера в принципе материал разный мой товарищ единиц фадеев мне поставляет маток раньше брали и не у него других людей в этом году мне еще спасибо ему доска присылал маток в принципе вот это такая картина так аккумулятор разряжается снега реально но не был полтора месяца вот такая пасека ну что всем пока покажу себя но с красной ставьте лайки подписывайтесь на мой канал уже язык даже заплетается хотя на улице погода скверная какой-то сырость такой не снег и не дождь как-то аж противно ну ничего человек навестил было здесь последний раз начале января 5 по моему в принципе я не сторонник вот этих flash mobile показывать как зимует стараюсь на пасеки зимой появляться редко особенно морозы потому что вот эти лишние движения стуки это все для пчел не очень хорошо ну так как надо хоть и надо наведываться посмотреть на пасеку что здесь как как они зимуют то надо надо наведываться вот откинул приехал снег ну все всем пока с вами был иван фабро подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всего вам хорошего пока друзья и а и а и а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok